Вот эти перегородки, они на самом деле решают несколько задач. Шовчик на столе ток. Так работает перфекционист Михаил Новинский. Здесь это такое самое хулиганское вмещение, самое веселое. Ну вот это мощь, вообще такой умный парень, вообще подумала я. Три жердочки, а ты сидишь и классно. Вижу, привет. Привет. Ни для кого уже не секрет, что ты один из моих любимых дизайнеров и архитекторов в Москве. И вообще я к тебе очень люблю приезжать. Спасибо. Я тоже рад видеть всегда вас. Это так приятно. Скажи, пожалуйста, где мы сегодня? Мы сегодня в ЖК Level Амурская. На одном из верхних этажей. Квартира у нас для молодой пары. Квартира не очень большая, 81 метр. Но мы постарались сделать ее классной, интересной. И у нее есть такие фишки интересные, которые хотели подчеркнуть. Ну, например, вот здесь шикарные виды, угловое окно. И мы, конечно, не могли мимо этого пройти. Твоей привычной стилистики квартира, мне кажется, что это прям какой-то, ну, типа, визитная карточка Миша Новинского. Ну, у нас все-таки студия, да, то есть она как бы работает над каждым проектом несколько человек. Поэтому тут не то, что визитная карточка Миша Новинского, а визитная карточка студии. Давайте так называть. Ты всегда так скромничаешь. Ну, мы же приходим к тебе, и мы как бы знаем тебя в лице. Это не умаляет того, что у тебя есть огромная команда. У нас тоже есть огромная команда, но все думают, что вот, значит, что канал Пашин. В любом случае, это плод совместной работы, да, нескольких дизайнеров. Конечно, стараемся, чтобы у студии вырабатывался и прорабатывался свой почерк. Но вообще, современный интерьер, здесь есть какие-то такие идеи, принципы, которые в каждом интерьере так или иначе возникают у нас. Давай начнем с общего пространства. Что интересного ты нам про него хочешь рассказать? Дело в том, что здесь вот этот вот блок технический, можно сказать, все стояки находятся здесь. То есть, получается, что у нас такая ситуация. Вход в квартиру там, затем вот этот вот блок. И чтобы попасть в спальную зону, нам надо его обойти. И здесь такая ситуация, что особо от этой истории не отойдешь в плане планировки. И получается, что у нас нужно было сделать что? Либо здесь делать некий коридор, да, и вот, чтобы попасть в спальню. И отдельную гостиную. Но мы не хотели делать коридоры. Мы любим вообще общественные пространства. Как раз один из принципов объединять, да, чтобы они были перетекающие, сложные. Но при этом мне, например, не очень нравится, когда, например, гостиная сразу на вход смотрит, да. Мы стараемся чем-то отгородить. Вот эти перегородки, они на самом деле решают несколько задач. Во-первых, действительно, вот когда мы идем из прихожей, мы уже сделали два шага. Прихожая здесь достаточно компактная, узкая. И вот уже через перегородки у нас какой-то свет, и мы уже что-то такое видим. И видим самое главное, потому что вот это вот большое пространство с видовым угловым окном, это вот то, что хотелось показать в этом интерьере. Ну, а вторая у нее задача, на самом деле, это эстетическая, да. А третья задача, у нас так сложилась планировка, потому что вот в этот технический блок мы много чего старались, так сказать, напихать. Вот, у нас здесь санузел, гардеробная и второй санузел, да. И вот это все вот здесь выстроено, все хотелось сделать удобным, функциональным. И здесь у нас дверь в туалет. На самом деле, это, конечно, такой так себе прием, да. То есть, когда дверь в санузел выходит куда-то на какие-то пространства, где люди сидят там, да. И вот эти вот перегородки, они еще же повернуты вот таким образом. И когда человек выходит из туалета, он, на самом деле, ничего не видит, и его никто не видит, потому что они под поворотом находятся. В данном случае они статичны, да. То есть, нам и не нужно было, чтобы они двигались. Вообще, есть такие поворотные системы. Идем на кухню. Вообще, кухня здесь мы нарочито выделили архитектурным образом таким, да, как такой объем, вдающийся в такой параллелепипед вот этой вот общественной зоны. И вот этот более темный объем нам хотелось сделать компактную кухню. Вообще, здесь довольно много размещено. То есть, здесь и диванная зона, и столовая зона, кухонная зона, и даже вот там офис. И вот мы, играя с планировками, там много, конечно, разных вариантов было, вот в итоге пришли к такому, ну, достаточно компактному варианту кухни, которая стала таким кубиком. И вот мы, увидев, что у нас получился такой кубик, начали уже играть с ним в декоративном смысле, да, выделили его цветом. Поиграли здесь вот какими-то такими текстурами, да, которые вот перемежаются. И даже здесь вот есть подсветка у нас вот даже есть вот, да, и мы его даже светом подчеркнули, чтобы вот все поняли, что мы его выделяем, да. То есть, он вообще здесь в архитектурном смысле такой народный, и мы решили вот с этим работать, как с неким архитектурным приемом. В-образная кухня мне очень нравится с точки зрения того, что она тебя как бы со всех сторон как будто бы обволакивает. Посмотрим функционал. Все начинается с холодильника. Дальше у нас есть некая рабочая поверхность, мойка с мусоркой под ней, посудомоечная машина, духовка и варочная панель. Мы, конечно, любим духовку делать в вертикальных шкафах на большей высоте, но в данном случае просто второй шкаф сюда пытались вместить, но он не вмещается, либо будет очень мало рабочих поверхностей. Ну и стол мы спроектировали таким образом, чтобы он был дополнительной рабочей поверхностью, на которой тоже можно готовить. И в принципе, как нам дали обратную связь хозяева, они так и делают, да, то есть сказали, что вообще все суперудобно. Ну а добавление к этому острову еще вот эта вот стеллажная такая декоративная система, где можно посуду какую-то поставить, вино положить. Всю эту кухню, эту конструкцию делали наши мебельщики по нашему проекту. И особенность вот здесь, что эта штука раздвижная. Раздвижная не просто так, а если бы она открывалась, она билась бы об светильник. Вот. Ну, мы такое решение нашли. Здесь выдвижные ящики, вот здесь хранение каких-то кухонных принадлежностей, здесь ложки-вилки, вот, ну и так далее. То есть, в принципе, все здесь это хранение выдвижное. Миш, я вижу, что у вас здесь использована мойка из смесителя MyKiri. Да. Мне кажется, ты на своих проектах довольно часто используешь их. Из таких серьезных крупных брендов MyKiri самый активный на российском рынке, по-моему. И поэтому мы их часто используем, только, в принципе, довольны. У них комплексные решения, да, мы можем заказать у них в одном цвете и мойку, и смеситель, и дозатор. И все это как бы выглядит как единый комплекс в одном дизайне, в одной отделке. Я хотела тебя спросить про эту перегородку. Она здесь получилась не случайно? Не случайно. И у нас даже была такая концепция вообще сделать кухню закрывающуюся. Но мы от нее оставили только эту перегородку. На самом деле, вот это рабочее место. И здесь одна из задач, одна из проблем была в том, что нужно было найти рабочее место для хозяина, который иногда работает дома. В спальне это категорически не хотелось им применять. Мы тут сейчас немножко подчистим для съемки. На самом деле, здесь два монитора стоят еще. Если вы мечтаете о покупке загородного дома, у меня есть для вас отличная новость. Вы слышали о самой большой в России выставке загородных домов «Малоэтажная страна». Место, куда можно приехать и изучить абсолютно разные технологии строительства, посмотреть дома изнутри и снаружи и приблизиться к пониманию того, какой дом вы бы хотели себе. И уже 15 июня у ребят открывается вторая такая выставка «Волтуфьева». На ней представлено 12 разных новых технологий строительства и 30 современных домов и малых форм. Проведите выходные с максимальной пользой. В каждом доме вас ждут специалисты, которые простым и понятным языком расскажут, какой лучше выбрать материал и фундамент, чем его лучше утеплять, что и где оформлять и сколько на все этапы строительства понадобится времени. Приезжайте на открытие выставки. Для семей с детьми будет организована детская зона и активности с аниматорами. Как добраться? Все очень просто. Вбивайте в Яндекс.Навигаторе «Малоэтажная страна Алтуфьева» и он вас привозит прямо на выставку. Будьте внимательны, есть еще одна выставка на Белой даче, хотя если вы там не были, то ее тоже обязательно надо посетить. Подробная информация вас ждет по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Расскажи про покрытие. Вот это вот у нас белая линия, это подсветка, которую вы получили. Это подсветка, которую у нас и разделяет эти два покрытия. Ну, здесь цель была не разделить таким образом покрытие, а просто подсветку интегрировать. Это у нас... Крам-гранит. Темное дерево, это инженерная доска. Я тебя, Миша, еще хотел спросить про сценарий света на кухне. На самом деле мы всегда много делаем групп освещения, ну, как бы тоже одна из неких идеологических таких историй. Я, например, не очень люблю диммирование, потому что мне кажется, что это заморочка с ней, и особо никто не играется. Но мы любим, когда есть разные освещения, разные группы. И здесь действительно много освещения. Основной технический свет здесь задают светильники трековые. Они здесь тоже не только как такой элемент технический, а они задают такую интерьерную графику. Потому что мы видим, что, например, вот у нас два таких квадрата замкнутых. То есть такое очень нарочитое, очень активное решение применено. Ну, и в довесок здесь вот тоже трековые светильники. У нас буквой Г идет светильник трековый вдоль коридора, уходя в спальню. То есть вот эта вот прочерченная такая активная графика на потолке, черная. И вообще черные детали тоже это как бы элемент этого интерьера. Вот, и черная активная графика на потолке это тоже, в том числе и элемент дизайна. Ну, и плюс каждую зону локально мы выделяем, столовую группу мы выделяем подвесным светильником. Здесь вот у нас светильник над баром. Есть у нас торшер над диваном. То есть все, как бы каждая зона у нас посчитана. Я хотел спросить тебя еще про электроустановку, Миш, что это? Верки. Ну, с ними проблем в России нет. Проблем нет. Здесь нам понравилось, что здесь такая текстура, которая напоминает тисненый металл. Такого цвета универсального, который и в духе этого интерьера такой теплый. Ну, и в общем-то оно выглядит очень прилично в плане того, что не крашеный пластик на вид. Да, хотя это пластик, конечно. Ну, вот я вижу издалека, на самом деле, тоже мне показалось, что это металл. И выглядят они дороже, чем стоят. Да, дороже, чем стоят. Стол здесь вообще как доминанта отчасти, да, потому что он такой черный, контрастный. Вокруг него такие белые пушистые стулья. Тоже такой образ, мне кажется, очень эффектный получился. Все это российское, кстати, производство. И стол, и стулья, ток, стол. С фабрикой ток ты довольно часто работаешь. Мы, собственно, через тебя с ними познакомились. С током, да, давно работаем. И, в общем-то, у них качественные столы. Мне очень нравится, как они текстура дерева. Текстура дерева – это стол абсолютно черный, но при этом текстура очень правильно проявлена. И этот стол еще раскладывается. И этот стол еще раскладывается, да. У него достаточно массивная царга. Это как раз признак раскладных столов. Миша завершает эту композицию красивый люстр. Отвечает дизайну стола, можно деть отчасти, да. То есть, ты такой блин, блин наверху, блин внизу. У тебя точно все симметрично, выверено? Шовчик на столе ток с вот этим вот. Да, конечно. Вот сейчас чуть-чуть надо поправить. Вот так. Так работает перфекционист Михаил Новинский. Все, идеально? Теперь ты спокоен? Я сейчас домой спать спокойно. Стулья, кстати, действительно удобные. Не все красивые стулья удобные. Но в данном случае здесь мы не стали жертвой художественного образа. Монументальный стол и такие воздушные, как облака, стулья. Вообще, очень часто бывает вот в мебели, в стулех, например, да, что кажется, что этот стул не может быть удобный. А он настолько эргономически просчитан, что реально удобный. Ты не понимаешь, как это там, три жердочки. А ты сидишь и классно. А бывает стул, что на вид он как бы вполне себе удобный. Садишься и вот такой вот весь неприятно как на него сидеть. Поэтому это, в общем-то, очень такая наука серьезная. И вот часто бывает, что стул просто неудобный. Ну, в данном случае все хорошо. Миша, ну давай поговорим про его величество, диван, который, по-моему, здесь. Вот ты сказал, что тут, значит, центровым местом является стол. Безусловно, так, но не обратить внимания на диван нельзя. Ну, нет, он является такой доминантой, да, потому что стол, светильник, то есть он все равно такой. И он по центру находится, не то, что он самый главный здесь. На самом деле диван здесь, конечно, тоже шикарный. Это диваны Мононова, с которыми тоже мы регулярно работаем. В Екатеринбурге федеральный бренд, который представлен во всех городах. У нас много требований, то есть это должен быть и дизайн, и качество, и разумный компромисс по соотношению цена-качество. В общем-то, когда мы подбираем поставщиков, понимаем, что он набору критериев определенной ценовой категории соответствует, мы, конечно, с ними, ну, вот мы убедились, да, сервис, опять же, да, сервис в салоне. То есть вы держитесь за поставщиков? Да, ну, мы держимся, да, за поставщиков тоже, да. Ну, понятно, что мы не можем одни и те же диваны, в каждом проекте один и тот же диван, да. Линейка все равно у любого производителя будет ограничена. Поэтому мы не только мононовые используем, там разные фабрики, там у нас есть и российские, и зарубежные их тоже часто используем. Но, тем не менее, вот из российских это такой один из наших самых любимых брендов. Форма дивана и его композиция тоже выбрана не случайно, вообще ничего случайно не выбрано в проектах никогда. Во-первых, он расположен в видовой точке, да, то есть изначально по планировке понятно, что мы сидим на диване, видим это угловое окно, видим пейзажи, и это обязательно надо было реализовать. Вторая история, что он угловой, то есть он как бы замыкает вот этот угол, да, то есть пространство начинает нас обхватывать. Ну и еще важный момент, что он открыт в эту сторону, и можно так всяк лечь, и он как бы тоже вот подчеркивает открытость этого пространства. Ну и плюс, нам чем нравится диван, это диван Роксон, он с одной стороны обладает простыми формами, с другой стороны очень интересными, изящными. И вот эта вот композиция асимметричная, она вот как набор таких вот объемов, сама по себе интересная, то есть вот диван, вот эти постеры, и в общем-то вот все мы дизайн этой зоны уже, можно сказать, сделали. Собрали. Собрали, да. А вообще они у них модульные, да, насколько мы сейчас знаем? То есть эти модули можно собрать, и как раз будут подголовники с разных сторон, можно вообще как угодно их собирать и компоновать. Ну да, да. Расскажи про ковер. Вообще вот как бы выделять зону гостиной, как ее выделять, или там не гостиная, не важно, какую-то зону, ковром, это тоже же инструмент. Здесь можно же использовать круглый ковер, сложной формы ковер, больший ковер, меньший ковер. Ну в данном случае вот эту зону действительно хотелось ее как бы выделить, сделать некой главной, и поэтому здесь появился такой ковер. Насчет того, контрастный или не контрастный он должен быть, ну по-разному. Иногда бывает хорошо, что коверы там не сильно контрастные. Здесь вот в данном случае темный пол, нам хотелось эту зону высветлить и более темный диван на светлую площадку посадить. КЗТО я узнала от тебя. Тогда у нас вышел первый ролик на канале, маленькая квартира, которую мы назвали машиной для жизни, да, как-то так. Машина для жилья, да. Да, у нее уже почти миллион просмотров, и тогда я не присутствовала на съемках, но я с тобой как раз тогда познакомилась через этот ролик. Ну вот это мощь вообще, такой умный парень вообще, подумала я. Вот, и тогда у тебя как раз в том проекте были КЗТО-радиаторы, и потом они стали встречаться все чаще и чаще. И если мы опять с тобой возвращаемся к тому, что вот, например, Мононова это очень хороший там отечественный бренд, то КЗТО это тоже отечественное производство, за которое не стыдно, правильно я понимаю? Ну да, на самом деле ситуация такая была, что когда там работали 15 лет назад, 10 лет назад, то, конечно, мы отставили европейские бренды. Постепенно, да, мы в одном-другом проекте поставили, внедрили, вот. И, в общем-то, отзывы положительные от всех участников процесса, да, никаких нареканий не вызвали, и мы стали их чаще употреблять в проектах. Сейчас с тем, что какие-то бренды ушли, усложнились поставки, тем более. Среди трубчих радиаторов у них есть выборы по дизайну, и можно заказать разную отделку. В общем, нас это вот устраивает, и мы их регулярно используем в проектах. Это ваши прекрасные стены. Расскажи про декоративку. Декоративку. Мы декоративку не любим. Не, на самом деле мы любим декоративку, которая не выглядит как декоративка. То есть, и вот если здесь ходить, не обращать внимания, на самом деле не особо видно вот эту текстуру, под какими-то углами она проявляется. И вот мы любим такие текстуры, которые там, во-первых, они более-менее естественные, не очень декоративные, не очень насыщенные. И, во-вторых, они не навязчивые. Вот в данном случае здесь такой элемент, который усложняет нам общее впечатление от интерьера, да, делает его каким-то непростым. Не просто мы взяли и покрасили, да. Но при этом вот я вот смотрю на дальние стены, и я, в общем, особо не понимаю, это покраска или просто у нас у меня такая стена такая играет как-то, чуть-чуть играет. И двери вы сделали, соответственно, тоже с покрытием той же самой декоративной? Двери, да, покрываются той же декоративкой. Мы брали двери под грунт, и их окрашивали специалисты по декоративке. Декоративная штукатурка у нас и в общественных зонах, и в гостевом смузле Gold Shell. Спальня, товарищи? Товарищи, товарищи, спальня, да. Здесь вообще такой блок мастер-спальни, он и по планировке сюда напрашивался, потому что, ну, вот здесь вот этот блок санузлов идет. И здесь, собственно, все, что нужно в мастер-спальне, это сама спальня, ванная и гардеробная. По дизайну здесь у нас довольно монохромное такое помещение, здесь даже потолок выкрашен, вот этот вот цвет. Но при этом мы здесь решили поиграться, в принципе, вот так вот. И можно это помещение преображать за счет RGB-подсветки. Не то, что мы фанаты RGB-подсветки, мы уже давно наигрались в это, но нам показалось, что здесь, в этом монохромном пространстве, получается интересный эффект. Вот мы можем ее менять каким-то образом и делать нейтрально, если хочется. Вот можно делать вот такой вот. Расскажи про кровать, она тут так много места занимает, и у нее такое массивное изголовье. Кровать сделана на заказ, собственно, вот такое изголовье со скрыльными краями, по нашему проекту сделано. Она довольно сложная, вот как раз мы говорили о том, что под нее сложно засовывать ковер, потому что, помимо того, что массивная, в нее заводится электрика, помимо подсветки еще и выключатели на нее выведены. И здесь у нас ничего такого декоративного нет, потому что кровать уже сама с этими светильниками, со всем вот этим, она уже задает такой тон. У нас декоративная панель, 3D-панель здесь вот за телевизором в виде таких вот кракозябр. Вот, и мы даже когда стилизовали вот квартиру для съемки, мы специально вот так вот сделали, да, то есть здесь вкладом. Да, нет, ну просто обычно заправляют, а мы тут решили вот такой хулиганс навести, потому что на самом деле эффект такой, да, то есть он, мне кажется, отвечает и вот этим. И вот здесь, когда солнце еще падает, здесь еще и штора тоже такая, тень от нее идет. Расскажи, пожалуйста, это просто панель, которая вот так вот накладывается на стену, или это прямо на стене вот этот рельеф появляется? Как технически это реализовывается? Это гипсовая панель, монтируется, заделываются швы, и потом она окрашивается вместе со стеной. Здесь на самом деле такая многофункциональная вот эта вот мебельная конструкция, потому что здесь не очень большая гардеробная, мы можем в нее заглянуть, и нужно было дополнительное место хранения, но по глубине мы здесь со шкафом не проходили, и здесь неглубокий шкаф, такая вот консольная полка, комод, и это вот у нас туалетный столик, вот под которым пуф, он не просто там живет пуф, а это туалетный столик, на него можно поставить зеркальце с подсветкой, например, идея была такая. Кондиционер любой можно покрасить? В любой цвет? И как вот вы здесь это делали? Ну, кондиционер можно покрасить, но, конечно, пластик красится не очень хорошо, и кондиционеры в данном случае спасают то, что их никто не трогает. Какие-то вещи, которые трению подвергаются, конечно, лучше не красить. А так, да, тоже, чтобы было монолитное такое впечатление, потому что торчащий на двери кондиционер, конечно, это не фонтан. Откуда эти прекрасные светильники прикроватные? Их даже светильниками не очень хочется называть. Светильники на кровати лампатрон, и они здесь, конечно, обогащают дизайн. Во-первых, они золотишко добавляют, ну, в этом таком монохромном пространстве, но, во-вторых, такая гипертрофированная колба, конечно, она делает дизайн вот этой стены, скажем, да, стены с изголовной кровати. Гипертрофированная достаточно компактная, при этом не, в общем-то, ну, она, нельзя сказать, чтобы она не вместительная, но плюс здесь есть еще добавочные места хранения в самой спальне, и поэтому ее хватает. А чтобы она визуально смотрелась, не такой маленькой, мы вот эту всю стену закатали в зеркало. Ну и, опять же, это возможность посмотреть на себя, Михаил. Дизайн санузла у нас тоже в целом монохромный, то есть здесь есть вот такая вот серо-коричневая плитка, которая в общей цветовой гамме, и определенный акцентный элемент, в данном случае, это вот зона ванны, выделена мрамором, такого классического итальянского вида, и вот, скажем, вот, выделена таким объемом тоже, как будто бы с фартуком, такой намек на фартук сделан. Вот, ну и плюс здесь мне очень нравятся смесители, их оттенок, смесители 3М, и оттенок такого шлифованной меди, вот, он тоже горит на этом фоне. А еще здесь из необычного подсветка, которая контурная сделана и по верху, и по низу, и здесь, в общем-то, такое любопытное впечатление возникает, когда включена только она, то получается такое вот релаксирующее освещение снизу и сверху. Тумба выполнена на заказ, раковину мы покупали готовую. У меня вопрос по поводу зеркала. Этот шов, это сознательно, потому что нельзя было... Плохой вопрос? Не, правильный вопрос. Ну, на самом деле, действительно, поднять в лифте было бы целиком, а зеркало невозможно. Конечно, нас раздражает шов. Но мы находим выходы, например, середина шва у нас, у нас на середине светильника. Но, на самом деле, действительно, это проблема поднимать крупноформаты. Ну, понятно, что на такой верхний этаж поднимать что-то было бы совсем дорого, сложно и бессмысленно. Поэтому мы ищем какие-то возможности, например, оправдать эти швы. Ну, как вариант, например, можно было взять вот эту консоль, продлить вот здесь вот там в двух местах, да, как будто бы эта линия продлевается специально, но и таким образом сделать. Мы выбрали немножко другой здесь вариант. Здесь достаточно сложная прихожая, потому что она узкая, и, в общем-то, ничего не сделаешь. Вот за этой стеной как раз вот те самые блоки санузлов гардеробных, которые тоже никуда не сдвинешь, не судишь, потому что там терялось. В общем, были тут сложности по планировке. Здесь большой шкаф, вот он основное место хранения обеспечивает для всего этого хозяйства. Шкаф как раз вот удачно садится. Ну, и получается, что мы попадаем в такое низкое, почти коридорное пространство. Нельзя сказать, что оно тесное, в принципе, нормальное прихожее для того, чтобы одеться и так далее. Дальше выходим, дальше наши рейки прекрасные, и дальше мы попадаем в светлый, дивный-дивный, прекрасный мир с видами на Москву. Про пуфик расскажи. Я еще видела в спальне есть пуф, но есть в другой ткани. Оба пуфа и в прихожей, и в спальне – это тоже мононова. Добавили, поскольку это трековый светильник, к нему можно разные вставлять варианты. Вот здесь у нас направлены светильники, которые такой более динамичный свет создают, не заполняющий, а динамичный. А этот санузел нам хотел сделать такой более динамичный, более веселый, в таком стиле, такого немножко драного лофта или этно, в таком стиле. И у нас здесь есть раковина такая из камня, есть штукатурка. Штукатурка тоже gold shell, как и вся остальная штукатурка в общественных зонах. Лампочки тоже в таком духе, лампа Эдисона в стиле лофта. Ну, в общем, такой он хулиганский, в отличие от того санузела, который такой респектабельный. Здесь это такое самое хулиганское вмещение, самое веселое. И дополняет его дизайн этот постер, который, видимо, обозначает каждого проснувшегося утром. Миша, спасибо тебе за ром-тур. Спасибо вам. Тебя очень всегда интересно слушать, твои вот эти вот размышления вокруг интерьера, идеальные картинки, вот этой глубины. Иногда так думаешь, какое у вас интересное все-таки образование, потому что обычный человек заходит в помещение, и он такой, ну, красиво. А то, что здесь, как бы, над этим работали прямо так с глубиной и со смыслом, это очень прикольно. Вот, мне тебя очень нравится слушать. Мы ссылки на твою студию оставим для наших подписчиков под видео? Надеюсь. А на проверенных производителей оставим, которых ты рекомендуешь? Пожалуйста. Супер. Ребята, и вас я благодарю, как всегда, за ваше внимание, за ваши лайки и за ваши комментарии. Нам с Мишей будет приятно, если вы хорошо посмотрите этот ролик. Ну и, если вам нравится Миша, пишите, пожалуйста, мы позовем его еще в гости, или он нас позовет. Покажем что-нибудь интересное еще. До новых интерьерных встреч. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok